Будет еще один сюрприз от Димаша Ходейвиргена. Исключительное пение, задушевные ритмичные мелодии разных стран мира прозвучали на сцене Центра искусств. В среду вечером состоялся заключительный галок-концерт Международного фестиваля Бахаттабала 2021. Жюри, оценив все выступления участников, озвучили свой вердикт. Кто завоевал сердца зрителей, кому достались почетные первое место и гран-при. И, наконец, кто поедет с мировой звездой Димашем Ходейвиргеновым на концерт, расскажет Динара Абдуалиева. Красная дорожка. Зрители с нетерпением ждут появления конкурсантов, а также звезд и победителей прошлых фестивалей Бахаттабала. Конкурс Бахаттабала я смотрю все три года. И то, что такой величины мероприятия проводят в нашем городе, мне очень дорого. Все конкурсанты мне очень нравятся. Все сильные, видно их профессионализм. Смотрела все их выступления в прямом эфире одного из членов жюри. И неважно, кто победит, для меня все они маленькие звезды. После того, как зрители и болельщики встретили юных конкурсантов, на красную дорожку вышли уже состоявшиеся и прославившие Казахстан по всему миру звезды. Ержан Максим, Рухия Байтукиенова и Димаш Ходейбирген. Конечно, знаменитости не могли не отметить высокий уровень исполнения и подготовки участников, судить которых и присваивать места было сложно. Исполнение, конечно, на очень высоком уровне. Я специально приехал в Ак-Тубе, чтобы поддержать каждого. Я очень удовлетворен пением ребят. И в шутку говорю, что, наверное, скоро эти маленькие звездочки переплюнут меня. Я желаю творческих успехов, ведь каждому исполнителю нужна сцена. И пусть их ждут мировые арены. Я реально тут отдохнула морально, психологически. И собрала то, что нужно мне именно в творчестве. Это эмоции, потому что мы творческие люди, живем с эмоциями. Участники, они все супер для меня. Они для меня все... Я считаю, они достойны все получить гран-при, первое место. Их количества так много, что нету слабых. Я желаю всем участникам и подрастающим поколения только успехов, чтобы никогда не сдавались, шли только дальше и вперед. Фестиваль Бак-Табала имеет достаточно высокий статус. И думаю, его участникам он откроет двери в мир шоу-бизнеса. Я не могу сказать, что кто-то слабее или сильнее. Нет, они все очень сильные. И могу пожелать им только удачи. Далее состоялись выступления звезд и чествование участников фестиваля. Организаторами и спонсорами мероприятия детям были вручены ценные подарки. Денежные сертификаты, присвоение звания дипломатов фестиваля и многое другое. Глава региона поздравил участников и отметил важность такого события, которое в нашем городе проводится с 2018 года и набирает большие обороты. Мы добавляем сейчас автономную дорогу в мире и в мире. Жить в городах, в мире искусствовещениях. Нет ничего благородного, чем поддерживать искусство и старания наших людей, которые хотят быть и не прекрасными людям. Мы поэтому предложили максимум стили, что этот фестиваль состоялся. Я вам очень рад, что вы, приятная часть данного фестиваля, выслать частицу нашего преследовательства, нашего дружелюбия, казахстанного народа, который веками формировал эту структуру, искусство. И мы всегда рады, будем видеть джунные паланты, дарования, которые получили хороший старт на нашем фестивале. Завтра, наверное, будут завоевывать звезды. И в мире, 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 в мире. И вот он, долгожданный момент, ради которого и были собраны таланты с разных городов и стран объявления победителей. Таким образом, почетное третье место конкурса Бахаттабала присвоено Камиле Газисхазе и Есету Ахжанову, представившим город Нурсултан, а также Искандеру Гасанзаде, Азербайджан. Второе место завоевали Милана Пономаренко из Москвы и Армен Саакян из Актау. И, наконец, первое место присуждено Адельку Наделовой из города Нурсултан и певице из Болгарии Элизабет Захареевой. Я безумно рада. Я вообще прям так сильно не настраивалась на то, что у меня будет первое место, ну, то, что я буду лауреатом, но оказалось, правда, что я смогла занять первое место. Я безумно рада. Спасибо. А гран-при завоевала... Абсолютный победитель и гран-при Камбадазе от того биллиона тебе становится... Абсолютный победитель и гран-при Камбадзе от того биллиона, очень рада, что приняла участие в фестивале. Произошедшее событие для меня, конечно же, неожиданное. Но что сейчас творится, у меня в душе просто не передать. Это счастье завоевать гран-при на конкурсе такого международного масштаба. Моя мечта сбылась. Хочу выразить благодарность организаторам за предоставленный нам, молодым исполнителям, шанс проявить свой талант. Кстати, занявшая первое место Адельку Надилова, говоря о возможностях, которые ее ждут в дальнейшем, поделила, что само участие в конкурсе и первое место – это прежде всего колоссальный опыт. Но девочка и предположить не могла, что именно ее ждет. Еще с момента организации фестиваля было озвучено, что помимо мест с третьего по первое и гран-при, будет еще один сюрприз от Димаша Ходейвиргена. Адель поедет выступать на концерт. Димаша, который состоится за рубежом. Это, кстати, уже стало доброй традицией. Мировая звезда берет с собой на концерт участника фестиваля, который ему понравился. В этом году такая возможность представилась скромной девочкой из Носултана. Динара Абдуалейва, Медиат Ходейберген, телеканал «Октюбил». Динара Абдуалейва, Медиат Ходейвирген, телеканал «Октубил». Субтитры сделал DimaTorzok